Фабрика по созданию хорошего настроения находится где? Правильно, у нас в голове. Научно доказанный факт. Хорошее настроение снижает давление и уровень сахара в крови, эффективно повышает сопротивляемость организма инфекциям. Исследования американских ученых доказали, что диабетики с высокой самооценкой нуждаются в меньшем количестве инсулина. Какие еще доказательства нужны? О производстве позитивных мыслей, которые формируют хорошее настроение, мы откровенно и поговорим. Приветствую вас на телеканале Alex.ua. Я Ольга Колганова, и это моя самая позитивно настроенная реплика в эфире. Как правило, мы привлекаем в свою жизнь события, о которых часто думаем и которым отдаем свою энергию. Часто это бывают негативные сценарии ситуации. Им мы отдаем огромное количество энергии, опасаясь, что это произойдет. Думая о чем-то хорошем и светлом, мы приглашаем в свою жизнь приятные события. Даже не обращая внимания на то, что жизнь действительно становится прекрасной. Давайте учиться верить и настраиваться на то, что задуманное нами обязательно станет реальностью. Давайте тщательно продумывать свои действия и взвешивать силы. Но если приняли решение, идти до конца. Сознательно старайтесь, чтобы ваша мысль, словно стрелка компаса, всегда смотрела в сторону удачи. Ведь мысли, пропитанные сильным эгоизмом и тем более энергиями зла, никому не принесут счастье. Вкладывайте в собственные думы и эмоции позитивные чувства. Настройтесь на доброжелательное, светлое настроение и безопасность ваших желаний для других людей. Австрийские специалисты по психосоматике в результате исследования о влиянии негативных эмоций на здоровье человека пришли к выводу, что самыми вредными из них являются жадность, ревность, зависть, жалость к себе и самобичевание. Результаты их исследования таковы. Жадные люди страдают расстройствами системы пищеварения. Наличие чувства ревности ведет к нарушению гормонального статуса организма и уменьшает выработку половых гормонов, в частности, тестостерона. А это приводит к импотенции. У тех, кто не умеет радоваться чужим успехам и завидует, в два с половиной раза чаще возникает инфаркт. Жалость к себе приводит к заболеваниям печени, а чувство вины повышает вероятность развития онкологических заболеваний. Оказывается, с точки зрения реакции нашего тела абсолютно не важно, какие именно эмоции вы пытаетесь подавить в себе – положительные или отрицательные. Радость, которой не с кем поделиться, порой оказывает не менее разрушительный эффект, чем невысказанное горе. Рано или поздно лавина не нашедших выхода эмоций может вызвать соматизацию, превращение эмоциональных симптомов в болезненные физические, что может проявляться и в бессоннице, и хронической усталости, и нарушениях памяти, страхах, неврозах, навязчивых действиях, мигрени и бесконечных простудах, непонятном дискомфорте, когда каждый день болит в новом месте. Допустим, вы не можете изменить черту характера близкого родственника, которая вас раздражает, но вы можете изменить отношение к ней. Допустим, вас раздражает то, что ваш родственник скупой, но вы можете изменить свое отношение к нему, убедив себя, что он не скупой, а просто бережливый. Если вас критикуют, определите характер критики. Если она справедлива, примите ее к сведению. А если несправедлива, просто постарайтесь проигнорировать ее, какой бы ни была она злой или обидной. Отвлекаться от неприятностей и не допускать разрушительного воздействия на нервную систему можно, противопоставляя им сильные положительные эмоции. Воспоминания о счастливых мгновениях собственной жизни. Жизнь многих могла бы измениться в лучшую сторону, если бы люди начали серьезно и последовательно оптимизировать свою жизнь. Английские психологи считают, что в течение дня для поддержания хорошего настроения нужно смеяться не менее 10 минут. Атмосфера доброй шутки, мягкого юмора исцеляет лучше, чем самые дефицитные лекарства. Поэтому смейтесь на здоровье. Защищайтесь иронией и улыбкой даже в самых жестоких, житейских неурядицах. Храните улыбку и дарите ее окружающим вас людям. Любите свое окружение, своих близких и друзей. Общайтесь с теми, кого любите вы и кто любит вас. Научитесь любить этот мир. По большому счету, дело во внутренней установке. Защитные силы нашего организма в несколько раз превышают воздействие любых повреждающих факторов. Хотите увидеть, как выглядит собственное хорошее настроение? Посмотрите на себя в зеркало и улыбнитесь. Широко, искренне, с удовольствием. Центр хорошего настроения – мы сами. А болеть дорого, больно и неинтересно. Это была моя последняя реплика на сегодня. Улыбайтесь легко, как дышите. Хотя бы в душе. Всегда. А мы увидимся, как обычно, на телеканале «Алекс Юа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова